это свежесть меня фотография сделала несколько дней назад полностью оставить сад покой нельзя выросшая трава она бы сильно не мешала взрослому саду но она осенью представляет страшную опасность так сгорели 5 гектаров подожженных со всех сторон вот никакие полосы таких случаях не помогает когда ветер и вот получается с тех пор до сих пор этот уже пяти гектарный сад а этот пол гектарный то есть 10 раз меньше но работы хватает видите учитывая что позволяет именно современным это коса позволяет до чиста в регионе практически до чиста а трава никуда не девается мелкая крошка так и она становится еще не компостом но назовем ее этим пищевой частью пищевой цепочки эту траву скошенная так и последний раз она будет скошена это учеба ребята а то кто-то потом у кого-то сгорится сказать я же говорил что сад должен быть задернен но еще раз говорю техника позволяет чистить почти до нуля вот видите вот поближе смотрите воду на красный бачок и вот от него это вот до такой степени чистится но это взрослый сад под ним трава меньше он через солнце нет не так все-таки солнце меньше взрослому саду и вот получается этот этап теперь перед зимой скажется последний раз так и и уже страх что сад сгорит уже нету заготовка пищи деревьям деревьям мы читаем вот это ближний план обратите внимание как листики затаскиваются уже после таких случаях огромное спасибо от этих самых очередь они ура то увидите земля дышит 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 вот это вот не знает те самые идиотусы которые получили знания университетах и в академиях и пишут давайте перекопаем землю для того чтобы туда воздух подать а вся система видите как вот она на лицо они этого не знают откуда им это знать они же умудряются перейти этот этап их научили они учат других а в саду то не бывает вот получается такая цепочка она очень интересна цепочка сразу преподавательский состав минуя практическую работу вот элина санасовинич которая у меня проходила производственную практику что сама по себе является чудом и выделила ее одно из тысяч из десятков тысяч студентов тем более нам красно дипломница выделила ее только потому что нет я поеду в железо учиться а приезжайте игра почему не это а рядом несколько этих минусинск субботина абакан вот три научных центров там везде сады там везде да я это сказали будут тяпка с утра там как раз от забора и до обеда или до вечера и все вот это вся учеба а они вот это потом не знаю понимаете вот а здесь получается современная техника добавляет еще раньше не было исчезает возможность уничтожения сада пожара внимание работа началась видите нет что что делают эти самые черви они уже работают а в современном учебнике про это ни слова дальше вот посмотрим сюда у меня еще забыл фотографии дальше накрывает это все листвой густой так и это листовая густа она уже не пожара не опасно густой слой листвы за зиму все это 90 процентов съедается опять же этими растерями вот насыщается органикой почвы кормятся грибы грибы соединяются с корнями вот специальная система и в результате дерево накормлено и ни одной капельки ну бы редкий редкий случай раз несколько лет жменька золы древесная все-таки это комплексное удобрение как бы древесная зола как принято говорится от облиться жменька под каждое дерево ну сколько печка на дата нажгла и все вот и топ не выбрасывать же золу ценно больше никаких добавок не бывает и тем не менее 30 годам активного плод отношения урожая не снижается вот это вот надо знать это очень важно потому что вот этот сад но теперь вот здесь на 5 я не могу успокоиться вот написали перекропа и все вот тут написали вот это и тысячу людей я видел полностью перекопанные сады видел за что дерево калечится почва калечится черви калечится муравьи калечится стоят потом больные деревья голодные деревья да а труда то сколько ведь копаем то вручную а в одной из тысячи мы же в нищете живем но если есть какой-то крот это только одно из тысячи и за 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 два года один раз крота видел хотя ездишь все время везде эти самые низкие заборы один раз крота видел представляете что творится вот это научить людей все перекопать ну а потом все лето рыхли трава то прет все лето вот я успокоился вот-вот там привет сервере наши помощники живут знать как-то много бывает копаешь ямку для того чтобы а вот и чё притать бы еще одно дерево но ямка какая вот специальная ямка для чего значит подходишь к тому месту где запас земли копаешь а там не черви я извиняюсь беру тележку бывает две-три если пониже место надо оно может весной даже потонуть то есть быть лужа может стоять неделю две-три вот тогда повыше три тележки размазал в виде холма а потом в центре холма делаешь ямку и видишь сервей и берешь скажу червяка как с друзьями понимаете вот это надо как-то проникнуться а эти и идиотусы одни учат другие берут на это и режет 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 а